Недовольство жителей стихли, теперь здесь старит завывание ветра или скрежет лапок птица профлист. Слышимость хорошая, так как материал кровли тонкий и легкий, а пространство пустое, в хорошем смысле. Строители спустились пару недель назад. Если обратите внимание, здесь вот стропила и деревянные конструкции, они все такого розового цвета. Противопожарную обработку дерева прошло, кровля настелена, слуховые окна сделаны. Еще в октябре строительная работа задерживала замена утеплителя. Старый шлак промок от воды пожарных и последующих дождей. Уборка затянулась на недели. Теперь его заменили на слои минеральной ваты. Тепло берегут, по вате не ходят, провайдерские точки спустили в подвал. Порядок, конечно, здесь будем наводить. Все вот этот мусор, который остался, ну что-то вывезли, опять же, что-то осталось. И хотя недочеты есть, например, немного сдувает снег, жильцы на них не обращают внимания. Крыша на месте, тепло, некоторые даже окна открывают. Замерзнуть не боятся. А для полной противопожарной безопасности жильцам останется сделать еще немного. До конца года люки выхода на крышу должны заменить на противопожарные люки. Это случится в двух подъездах, в первом и восьмом. А весной в этих же подъездах проведут ремонт. И на этом история пожара в доме закончится. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.